Привет, я Анимэджик со своей кисой Алисой с кошкой. Собак тут нет, потому что кто смотрел предыдущие ролики, знает, что у нас произошла беда. Киса Алиса попала в аварию, ее сбила машина, так говорят, ветеринары с 90% вероятностью после рентгена и после всего. И я обещала вас держать в курсе, поэтому мы снимаем вот в таких полевых условиях, в смысле, что без камеры, без ничего, без микрофонов, просто на айфон, чтобы весь процесс вам показывать и снимать. Очень просили все рассказывать вам, поэтому в этот раз вот такой очень жизненный формат у нас получается. Киса Алиса уже чувствует себя лучше, но я расскажу для тех, кто не в курсе вообще, почему мы здесь. Здесь я организовала ей комнату, чтобы она была постоянно под моим присмотром, чтобы собаки ее не беспокоили. Здесь все в одном пространстве, оно было до этого дня все намного ближе, то есть она лежала на лежанке, и туалет прямо возле нее стоял, миска тоже, потому что она не могла ходить. Даже вот на такие расстояния далеко, то есть она вот полежала, тут покушала, в туалет сходила. Кстати, про туалет. Подождите, я очень сумбурно говорю, потому что я все время переживаю из-за этой ситуации. Давайте вкратце, кто не в курсе, кто не смотрел предыдущие видео, может быть, вы не знаете, Киса Алиса вернулась домой с, как я думала, переноломанными задними лапами. В итоге мы проверили ее ветеринар, мы съездили на рентген, убедились, что у нее перелом таза, два перелома с правой стороны. То есть это никак не делается никакой... Мы избежали операции, потому что смещения нет, и не делается никакие гипсы, ничего, то есть кошка сама должна восстанавливаться вот так вот просто, без ничего, только лекарства. Мы даем ей четыре вида лекарств, и вот, как я говорила в предыдущем ролике, мы давали ей слабительное, потому что очень переживали, что у нее будет непроходимости, потому что она очень не ходила долго в туалет. В итоге она в туалет сходила, слава богу, покракала, благодаря ослабительному, и больше мы его не даем, осталось три лекарства, успокоительное, обезболивающее и антибиотик, соответственно. Первое время она в туалет выбираться могла только вот из своей лежанки, залазить в него, и еле-еле из него могла вылезти. Это выглядит очень печально. Какие-то факты мне приходится добавлять уже на монтаже, потому что в момент съемки у меня от нервов просто отключается мозг и не работает голова. Но до этого туалет стоял очень близко, сейчас она сама до него может доходить, но все равно не вдалеко где-то в доме, а вот именно в этой комнате все у нее находится. Здесь туалет, здесь же она кушает, кушает она сейчас, я кормлю ее влажным кормом, то есть, чтобы она что-то такое в виде больше супа ела, не сухое. Водичка, она тоже уже до нее сама добирается, сама кушает потихоньку. Когда Алиса начала кушать, меня это очень порадовало, потому что я не снимала эти моменты, но в первое время она ела лежа на подушке. Сейчас она уже сидит рядом с миской, но как только я вижу, как она начинает идти к своей лежанке, у меня просто сердце разрывается, потому что мне страшно думать о последствиях, об осложнениях, о том, что может быть дальше, что она никогда не сможет нормально ходить. Лекарства давать очень оказалось тяжело кошке в жидком виде, вот эти вот шприцы. Таблетку давать было проще намного. Все? Все? Проглотила? Она ее съедала быстро, легко, а вот шприцы, это капец. В шприц наливается 4 мл у нас доза была всех лекарств. И впрыскивать лекарства очень тяжело. Она не дается, конечно же, вырывается. И при всем при этом ее нельзя сильно тревожить, беспокоить физически. Она вырывается, она не хочет, конечно же, они горькие, неприятные. И это очень сложно, просто я когда одно из лекарств даю, антибиотик, он белого цвета, он разлетается просто вокруг, половина выливается, приходится доливать шприц еще, давать еще. Это мучение я понимаю для нее и для меня тоже. В итоге все в этом лекарстве, она вся вот здесь вот вся грязная, ее приходится вытирать. Ой, это очень трудная для меня задача давать ей жидкое лекарство. Но это делать надо, обязательно ветеринар нам прописала. Я в прошлом видео рассказывала, какие, что, как. Как мы даем. Ты какой молодец! Молодец, даже ничего не забрызгала! Молодец! После того, как случилась эта авария, после того, как Алису сбила машина, так утверждают ветеринары, по вот этому рентгену все решили, что это действительно так, иначе другого выхода просто, другого варианта нет. Из-за того, что мы даем ей успокоительное и обезболивающее, она начинает больше... Из-за того, что мы даем обезболивающее, она перестает чувствовать боль, начинает больше двигаться, а ей очень вредно. Поэтому приходится ей давать успокоительное, чтобы она меньше двигалась, была более вялая, более сонная, не такая активная. Она, конечно же, сейчас ничем не играет, ничего не делает, и желательно ничего не делать. Восстановительный процесс около двух недель нам все это, вот это лечение длится, плюс две недели все равно еще, как минимум, она должна находиться дома. И для меня самая трагедия, наверное, заключается даже не в том, что вот... Я очень боюсь, что она останется хромой, почему-то у меня вот такой страх в голове есть, потому что она ходит же, она уже сейчас иногда чуть-чуть ходит, и я что-то пытаюсь вам снимать в процесс какой-то, вы можете увидеть кадр, я вставлю. Она хромает, она не может залазить никуда, конечно же, а пытается, потому что ей вроде как не больно. И это нельзя, это нужно предотвращать, я стараюсь следить за ней как могу. А в начале первые три дня мы давали ей очень сильнодействующее, успокоительное, такое, что она просто впадала в какой-то транс, у нее были вот такие широкие зрачки, она просто такая сидела, втыкала куда-то в одну точку, примещала глаза, как будто что-то видела, но не двигалось ничего. Сейчас успокоительное уже не такое сильнодействующее, и поэтому она, ну, может поспать чуть-чуть, но большую часть времени уже не спит, просто лежит, и за ней нужно очень внимательно следить, чтобы она, конечно, никуда не прыгала, не залазила, и ничего такого подобного не делала. Я боюсь, что она будет хромой, потому что я видела последствия разные плохие у кошек, когда плохо что-то зарастает, срастается, но, как объясняют все ветеринары, никаких других вариантов нет, то есть не накладывается гипс, ничего не делается, кошка должна вот так вот сама восстановиться, все там зарасти должно, все эти переломы, оставлю себе даринген, и может кто-то видит, кто разбирается и увидит какие-то, какие там повреждения, потому что я лично, ну, я одно вот разглядела, а там второе разглядеть не могу, хотя перелома два. Вот, такие дела, и вот под этим успокоительным Алиска, благо, большую часть времени все-таки находится в неподвижном состоянии, явно стресс у нее, то есть она такая не очень общительная, ничего не хочет, и вяленькая из-за успокоительного, но урчит, когда вот все-таки ее гладишь, и даже были моменты, когда она просто начинает чуть-чуть идти, и если подходишь, она ложится, ты ее гладишь, и она урчит. Алиса? Вышла из комнаты, да? Кисявка? Кто кисявка? Я переживаю именно за то, что она будет хромать или кривой, косой останется, потому что когда сейчас она ходит, она ходит вот так, согнув спину, ей, видимо, там тянет больно, еще что-то даже под лекарствами, и хромает, конечно же, я надеюсь, что последствий никаких не будет тяжелых, и что процесс лечения идет правильный, ну, и постоянно, конечно же, держу связь с ветеринаром, все рассказываю, показываю, что как происходит, вот, буду держать вас в курсе, спасибо, ребят, вам за поддержку, увидимся скоро в новых видео, надеюсь, уже и с песиками тоже, пока!